Как, пересекая расстояние всего в 3800 метров, можно перенестись во времени на сутки вперед или назад? Сейчас мы это подробно разберем. Оба острова Диамида – большой и малый. В России большой называется остров Ратманово, а малый – остров Крузенштерна. Принадлежат разным странам. По договору о продаже Аляски в 1867 году острова были разделены между государствами. Большой остров остался в собственности России, а малый остров перешел к американцам. На данный момент на американском острове проживает около 135 человек, работает школа и магазин. А на российской территории действует закрытая пограничная застава, основанная в 1941 году. Между островами проходит граница двух стран, а также линия перемены дат. И по разные стороны от этой линии время отличается почти на сутки. Поэтому часто эти острова Диамида называют как «остров завтра» и «остров вчера». То есть, при пересечении линии перемены дат с востока на запад надо приплюсовывать один день, при обратном пути с запада на восток минусуешь один день. Между этими островами разница во времени составляет 23 часа. Линия перемены дат специально проложена таким образом, чтобы проходить через наименее населенные регионы планеты. Сделано это для того, чтобы людям не приходилось страдать от временных парадоксов. В принципе, так и вышло. Острова Диамида – просто исключение. Таким образом, солдаты заставы на Большом острове могут встретить Новый год, затем проплыть 4 километра до Малого и встретить его еще раз. Тем более, сделать это можно без всякой визы, благодаря особому договору между странами. При всей кажущейся невероятности, такие путешествия во время невозможны, и любой любознательный путешественник может их совершить. А пока на этом все. Побольше вам путешествий и подписывайтесь на канал. Всем пока!